приветствую всех на медицинском канале многие для себя отмечали что во время прогулок по лесу значительно улучшается самочувствие вам становится легче дышать уходят головные боли поднимается настроение и это действительно так ведь сосну неслучайно называют божьим деревом в ней все полезно от корней до кончиков иголок почки сосны обладает целебными свойствами они излучают освежающий и исцеляющий аромат соснового леса способны излечить множество заболеваний в народной медицине сосновые почки применяют в виде отваров настоев и настоек а также сиропа варенье меда сахарных смесей ты всего не перечислишь для лечебных целей можно использовать как свежие так и сушеные почки период с февраля по март на сосновых ветках появляется первые сосновые почки зачатки будущих побегов сосны в это время они источают неподражаемый аромат благодаря выделяющимся из них смолом и именно сейчас в конце февраля начале марта можно заготовить уникальное целебное сырье из ароматных смолистых почек сосны если вы немножко опоздаете то есть во время сбора почки уже раскрылись то время со сбором упущено и целебные свойства у таких почек самые минимальные поэтому не будем терять время и собираемся в лес за сосновыми почками день должен быть без солнца и дождя в это время процент содержания смол в почках высокий для срезания почек используют нож или ножницы лучше конечно ножницы при сборе следует пользоваться перчатками поскольку смола остается на руках собирать почки надо максимально аккуратно не повреждая самого дерева не надо забывать о том что этому дереву еще расти собранные почки сушат а сушку проводят в помещении с достаточной вентиляции либо на воздухе с использованием навеса сушка должна проводиться естественным путем никаких принудительных мер сушки ни на батарее в печи и духовом шкафу применять нельзя иначе пользы от сырья просто не будет обычное сырье то есть почки высыхает за 10-15 дней как можно проверить что сушка закончена для этого нужно сжать горсть высушенных почек при этом ощущение влаги не должно появиться сухие почки можно приобрести и в сушеном виде в аптеке независимо от времени года хранение высушенного сырья должно проводиться в бумажном пакете срок хранения не более двух лет свои лечебные свойства почки сосны проявляют благодаря своему химическому составу они содержат фитонциды каротин смолы витамины группы b витамин c дубильные вещества эфирное масло и алкалоиды что касается витамина c то его содержание в них вполне может составить конкуренцию многим растениям и продуктам такое большое количество этого витамина помогает не только справиться с простудными заболеваниями но и предотвратить их содержится в них викасол и токоферолы еще один витамин на котором мы заострим внимание это витамин b12 он служит для профилактики состояния характеризующихся малокровием кроме того участвует в клеточном метозе эфирные масла ценные смолы обладает противовоспалительными бактерицидными противокашливыми свойствами вся совокупность этих веществ и обуславливает наличие колоссального лечебного эффекта сосновых почек благодаря своему составу сосновые почки оказывают лечебное действие они смягчает кашель облегчает дыхание способствует выведению мокроты снимает болевые ощущения в мышцах и сустав снимает спазмы благотворно влияет на кожу улучшает ее состояние уменьшает воспалительные процессы существует некоторые нюансы приготовления этого следного снадобья для лечения определенных групп заболеваний от простуды лучше помогает отвары и настои при проблемах с горлом и кашлем подойдут ингаляции при болях суставах эффективно наружное применение в виде компрессор иван при дефиците витаминов ослабление иммунитета лучше помогает приготовленный сироп варенье мед сосновые почки это признанное с древнейших времен средства народной медицины предания о целительных свойствах сосны дошли до современности из глубины пяти тысячелетий с основными компрессами и припарками пользовали своих больных древние египтяне а смола дерево использовалась при бальзамировании умершей знати славяне сживали сосновую смолу чтобы вылечить воспаление десен и зубов дезинфицируя ртовую полость нашими мудрыми предками была замечена способность соснового запаха улучшать настроение и восстанавливать память несколько слов о том кому нельзя употреблять сосновые почки так как существует ряд ограничений при которых нужно отказаться от такого лечения это вынашивание беременности и период лактации гепатит в стадии обострения проблемы желудком и кишечником склонность к образованию тромбов и аллергические реакции и начнем мы рассмотрение лечения этим народным средством с отваров отвар из сосновых почек благотворно влияет на нервную систему тонизирует тонизирует организм и повышает его защитные силы помогает в борьбе с простудными заболеваниями отвар сосновых почек обладает наличием отхаркивающего эффекта улучшает отхождение мокроты при различные бронхолегочной патологии отвар обладает способностью улучшать состав крови это сильное противовоспалительное средство для его приготовления берем одну столовую ложку почек сосны и один стакан воды доводим воду до кипения и заливаем сосновые почки смесь запариваем на водяной бане в течение получаса затем фильтруем при необходимости немного разбавляем кипяченой водой и выпиваем за день в три приема после еды отвар используется и для ингаляции при ангине и воспаление дыхательных путей для этого его делают более концентрированным когда раз отвар остынет до 45 градусов можно делать ингаляцию она применяется как уже указывалось против кашля насморка при простудных заболеваниях при бронхитах ларингитах трахеитах и так далее отвары из сосновых почек используют также для хвойных ванн как общее укрепляющее успокоительное и противовоспалительное средство которое хорошо помогает в лечении остеохондроза народной медицине отвар сосновых почек употребляет также при водянке ревматизме и как желчегонное средство сосновые почки применяется также в комбинации с другими лекарственными растениями входящие в состав грудных чаев следующая лекарственная форма настой из почек сосны это прекрасное противовоспалительное антибактериальное подогонное и отхаркивающее средство оно снимает жар и головную боль при простуде этот же настой применяется для приема внутрь как мочегонная и желчегонная для приготовления настоя одну столовую ложку сосновых почек вечером засыпает в термос заливает половиной литр кипятка настаивают в течение ночи и после процеживания принимает в теплом виде за 30 минут до еды 3-4 приема в течение дня делается также настой для компресса для его приготовления берут три столовые ложки сосновых почек заливает полтора литрами кипящей воды и добавляет две столовые ложки уксуса затем настаивают в течение часа такой настой используется для компресса процеженном виде курс обычно состоит из 10 компрессов компрессы делаются перед сном показания для такого компресса застойное явление в нижних конечностях а также состояние после инсульта компресс улучшает кровообращение уменьшает застой нижних конечностях и таким опосредованным образом восстанавливается двигательная активность ног период реабилитации больного после инсульта следующее лекарственное средство которое делается из сосновых почек для наружного применения это хвойные ванны они оказывают успокаивающее действие на нервную систему нормализует сон устраняет головные боли для приготовления хвойной ванной берут 500 грамм сосновых почек и кстати можно туда добавить и хвою и шишки и молодые побеги растения заливает все холодной водой в количестве 5 литров и кипятят течение получаса настаивают такой целебный состав 12 часов затем выливает отвар в горячую ванну и принимает ее около 15-20 минут настойка на водке настойка на сосновых почек на водке принимается в малых дозах однако срок хранения такого лекарства около двух лет для ее приготовления половина банки заполняется сосновыми почками и затем до самого верха заливается водкой настаивает течение 12 дней в темном и сухом месте периодически встряхивая после чего смесь процеживается и переливается в обычную стеклянную бутылку принимается при бронхите и простудных заболеваниях по 20 капель 4 раза в день до еды а также при поражении мочевыводящих путей еще такая настойка эффективно используется для растирания при лечении простуды и как ранозаживляющие и более удаляющие средства для лечения суставов еще один рецепт спиртовой или водочной настойки на сосновых почках кстати такая настойка показала отличные результаты в реабилитации больных после инфаркта и инсульта а также для профилактики этих тяжелых заболеваний эта настойка способствует восстановлению эластичности сосудов и улучшает кровоснабжение тканей организма благотворно воздействует на верхние дыхательные пути при простудных инфекций и нормализует работу нервной системы для ее приготовления берут 150 грамм почек сосны бутылку водки один стакан меда и один лимон сосновые почки делятся на две части одну часть заливает водкой и ставит темное место на две недели вторую часть заливает стаканом кипяченой воды добавляет сок одного лимона и стакан пчелиного меда и ставят настаиваться тоже на две недели периодически встряхивая через две недели обе составляющие процеживают сливает вместе плотно закрывает и ставят еще на месяц в холодное место для вызревания употребляет настойку сосновых почек для лечения как указывалось заболеваний верхних дыхательных путей и легких 35 раз в день по 1 столовой ложке такая спиртовая настойка поможет и при туберкулезе как дополнительное лечение профилактических же целях пить ее необходимо по 20 грамм два раза в день рецепт сиропа из сосновых почек такой сироп делают из свежих сосновых почек это прекрасное отхаркивающие бактерицидное средство она хорошо очищает дыхательные пути и облегчает дыхание а витамин c который содержится в почках повышает иммунитет и сопротивляемость организма сироп можно приготовить и с сахаром и с медом для приготовления сиропа с сахаром свежие почки необходимо измельчить и пересыпать послойно сахаром накрыть салфеткой и оставить на две-три недели затем сироп сливается и хранится в холодильнике в закрытой бутылке из темного стекла еще сироп делается другим способом его можно сварить из отвара сосновых почек в этом случае он хранится более длительное время для этого берется пол килограмма сосновых почек очищенных от коричневой оболочки добавляется пол килограмма сахара стакан воды и две столовые ложки лимонного сока все это ставят на плиту и варят 40 минут на слабом огне постоянно помешивая после чего переливает в банку и стерилизует закрывает крышкой приготовление сиропа на основе меда из сосновых почек возьмите 50 штук свежих почек залейте одним литром воды и проварите на слабом огне 20 минут добавьте пол литра меда и осторожно прогрейте не давая кипеть в течение 10 минут оставьте для остывания затем сироп сливается и хранится в темной бутылке или банки сироп используется во время простуды или гриппа его можно принимать и как общее укрепляющее средство которое стимулирует иммунитет мед из сосновых почек полезное лакомство для всей семьи в болгарии это народное средство называет боров мед оно вылечивает даже запущенный кашель для его приготовления возьмите 2 стакана почек сосны 2 литра воды и 1 килограмм сахара также одну чайную ложку лимонной кислоты очистите почки от посторонних примесей залейте кипятком варите на маленьком огне пока не выпарится половина воды затем необходимо размять толкушкой почки и отвар процедить добавить сахар и варить до загустения за несколько минут до готовности всыпать лимонную кислоту и перемешать мед из сосновых почек не только очень полезен он невероятно вкусен и аромат это народное средство при лечении кашля бронхитов простуд и астмы варенье из сосновых почек друзья лекарство из сосновых почек бывает не только полезным но очень вкусным варенье из такого сырья получается густым и ароматным а большое количество полезных веществ в таком продукте поможет предотвратить заражение человека респираторными инфекциями и значительно сократит курс лечения при уже обнаруженном заболевании кроме того прием сосновых почек таком виде не противопоказан даже детям и беременным женщинам но в умеренном количестве для варенья подходят только молодые весенние сочные побеги существует большое количество самых разнообразных рецептов приготовления варенья из сосновых почек вот один из них пол килограмма почек промойте под проточной водой несколько раз затем поместите в эмалированную посуду залейте двумя стаканами холодной воды поставьте на плиту и доведите до кипения кипятить необходимо на слабом огне 30 минут после чего приготовьте сироп для этого на сковороду высыпьте килограмм сахара и залейте пол литра воды кипятите постоянно помешивая на слабом огне до полного растворения сахара в сахарный сироп поместите сосновые почки и снова кипятите минут 10 после чего разлейте варенье в стерилизованные банки и закатайте крышками варенье это настоящее лакомство для гурманов целебное варенье из почек молодых побегов сосны особенно полезно при воспалении легких и простудий и в целом оказывает благотворное целебное действие на весь наш организм следующий вид лекарства из сосновых почек это сахарная смесь на основе сосновых почек готовится она так сосновые почки необходимо перемолоть мясорубки и смешать в пропорции один к одному с медом или со смесью меда и сахара в той же самой пропорции такое снадобье особенно пригодится зимой для профилактики а витаминоза и укрепления организма витаминный чай на основе сосновых почек этот чай готовится очень просто а используется при бронхите воспаление легких кашли и других вирусных болезнях берется 1 столовая ложка сосновых почек и один стакан воды вскипятите воду и залейте кипятком протертой сосновой почки оставьте настаиваться до остывания профильтруйте настой для улучшения вкуса можно добавить немножко меда или сахара пить такой чай лучше всего по несколько глотков в течение всего дня следующее народное средство это сосновые почки в молоке одну столовую ложку сосновых почек заварите одним стаканом молока дайте настояться 20 минут и принимайте по 1 2 столовых ложки как отхаркивающее средство при лечении бронхита простуды и кашля 3-4 раза в день за 30 минут до еды при этом уменьшается боли в горле и смягчается кашель продолжительность приема такого средства не ограничено золотой рецепт хвойной воды возьмите хвои 50 грамм от веточек молодой сосны залейте двумя литрами воды добавьте одну столовую ложку измельченной луковой шелухи и одну чайную ложку порошка из корня солодки поставьте кипятиться на слабом огне на 20 минут затем положите две столовые ложки плодов шиповника и прокипятите еще приблизительно секунд 30-40 оставьте настаиваться лучше в термосе 10-12 часов процедите и пейте без ограничений можно до двух литров в сутки это хвойная вода дает сильный эффект витаминизации выводит из организма все шлаки укрепляет иммунитет и предупреждает многие болезни рецепт эликсира здоровья для профилактики и лечения различных заболеваний из сосновых почек возьмите почки сосны 100 грамм два с половиной литра воды и кипятите до тех пор пока объем оставшиеся жидкости не уменьшится в пять раз примерно до до половины литра процедите и дайте остыть до комнаты температуры добавьте одну столовую ложку пчелиного меда и принимайте этот состав по четверти стакана за полчаса до еды три раза в день рецепт отвара используемого для лечения лигочных и простудных заболеваний несколько столовых ложек сосновых почек залейте одним литром воды доведите до кипения и выпейте этот отвар в течение дня разделив на равные порции при насморке и гайморите хорошие результаты достигается при проведении ингаляции сосновыми почками для этого на 10 частей воды добавьте одну часть сосновых почек доведите до кипения и дышите этим отваром 10-15 минут накрывшись полотенцем при ингаляции можно дополнительно использовать шалфей чабрец или другие травы для избавления от простудных заболеваний принимает проваренные сосновые почки в коровьем молоке количество ингредиентов 2 чайные ложки и 1 стакан соответственно термическая обработка длится не более 20 минут лекарство принимается до четырех раз в сутки по 2 столовые ложки перед едой если вас часто мучают ангины фаренгиты ларингиты и нас то можно сделать настойку на сосновых почках которые усилит ваш иммунитет для ее приготовления возьмите 150 грамм почек пол литра водки 200 грамм жидкого меда и сок одного лимона половину почек настаивают на водке полмесяца а вторую столько же держит в медово-лимонной смеси потом их процеживают и соединяет обе жидкости после этого один месяц лекарство должно постоять в холодном месте принимает настойку до 5 раз в сутки по 2 чайные ложки до исчезновения симптомов как патагонное и отхаркивающее средство берут 10 грамм почек сосны заливает двумя стами миллилитрами кипятка и дают настояться принимает это снадобья в виде по 2 столовые ложки три раза в течение дня можно также разделить его на три равные части и также принять в течение дня ингаляции сосновыми почками для проведения ингаляции нужен отвар из сосновых почек для его приготовления берут 50 грамм сосновых почек и один литр воды подогревает на водяной бане и дышат парами сосны над отваром не менее 15 минут конечно под полотенцем или одеялом можно также использовать ингалятор для усиления эффекта добавляет настойку эвкалипта почки сосны отлично лечат кашель возьмите две столовые ложки сосновых почек пол литра молока и одну две столовые ложки меда кипящим молоком залейте почки сосны оставьте настояться пока смесь не остынет примерно до 40 градусов цельсия затем процедите и добавьте мед принимайте такой настой теплым течение дня бронхиты ларингиты трахеиты фарингиты при всех этих болезнях органов дыхания сосновые почки также окажут вслепное действие благодаря своему свойству разжижать мокроту не забываем что сосновые почки содержат также эфирные масла и витамин c поэтому комплексное воздействие ускорит выздоровление при болезнях дыхательной системы готовим такой рецепт полторы ложки сосновых почек заливается кипятком в количестве 600 миллилитров смесь настаивается в течение двух трех часов после этого смесь необходимо процедить и принимать три раза в день по 25 миллилитров можно добавить немножко меда при этих же болезнях можно приготовить лечебный мед он эффективно лечит бронхиты астму и пневмонию для этого следует выдержать пропорции сосновых почек воды и сахара соответственно один к одному и к двум молодые почки заливается указанным объемом воды и оставляется на четверть суток потом их процеживают и в полученный настой добавляют весь сахар мед варится на небольшом огне как обычное варенье только в конце нужно не забыть положить щепотку лимонной кислоты чтобы он не засахаривался хранят такой мед в стеклянной закрытой таре в прохладном месте для лечения воспалений дыхательных путей и ангины можно приготовить настой сосновых почек и применять его для полоскания для этого берем 10 грамм измельченных сосновых почек и заливаем стаканом кипятка ставим настаиваться 15-20 минут после чего процеживаем и полощем горло добавляя на стакан теплой воды 2 чайные ложки настоя почек при бронхите можно приготовить сироп из почек для этого одну часть почек заливает одной частью воды почки заливает кипятком и проваривает на водяной бане 15-20 минут затем настаивают четыре дня после этого процеживают и добавляет две части сахара ставят на плиту и при слабом нагреве постоянно помешивая растворяет весь сахар остуживает и переливает в банку хранят в холодильнике с таким сиропом готовят чай и пьют теплом виде одним из эффективных способов лечения ангины является отвар из почек сосны с медом готовится он также как и обычный отвар в эмалированную емкость наливает воду в количестве 200 миллилитров одну ложку сосновых почек предварительно измельчает и помещает воду после того как процеженная жидкость остынет добавляет мед по вкусу в горячий отвар добавлять мед нельзя так как большинство полезных веществ при высокой температуре разрушается и таким образом лечебная ценность средства снижается полученное снадобья усиливает приток крови к болезненным местам имеет противовоспалительную и антимикробную активность благодаря этому инфекция уничтожается это средство используется для ингаляции при ангинах и острых респираторных заболеваниях а внутрь принимает по 1-2 столовые ложки отвара как отхаркивающее и дезинфицирующее средство можно его использовать и для полоскания горла при гайморите лечение проводится с помощью ингаляции с сосновыми почками для этого на 10 частей воды скажем на 1 литр добавить одну часть сосновых почек это 100 грамм довести до кипения и дышать парами 10-15 минут накрывшись полотенцем молочная настойка сосновых почек с медом и маслом еще 200 лет назад применялась как противочахоточное средство для приготовления лекарства можно брать не только почки но и зеленые побеги и так берем почки сосны одну столовую ложку молоко 2 стакана куриные яйца 2 штуки сливочное масло 2 столовые ложки жидкий мед 1 столовая ложка после того как молоко вскипятим заливаем горячим молоком измельченные сосновые почки добавляем сливочное масло оставляем настояться 20 минут процеживаем добавляем полученное с надобья мед и яйца все перемешиваем готовую смесь делим на три приема и выпиваем течение дня перед едой такое народное средство употребляется длительно курсами по две недели с недельными перерывами конечно друзья в качестве дополнительного средства лечения туберкулеза кроме медикаментозного еще один рецепт на основе сосновых почек как дополнение к основному медикаментозному лечению туберкулеза таков необходимо 5 полных столовых ложек сырья заливается половиной литра водки настаивается несколько дней в теплом темном месте и принимается ежедневно по одной столовой ложке утром в нем и перед сном сосновые почки способны повышать иммунную защиту организма берем 5 грамм сосновых почек на 500 миллилитров воды и кипятим 15 минут после кипячения оставляем на 30 минут настояться и принимаем 3 раза в день по 25 миллилитров и еще один рецепт сиропа для поддержания иммунитета сироп полезен для поддержания иммунитета в виде консервации сосновые почки измельчает и кладут на дно чистой сухой банки так чтоб две трети банки осталось свободной затем заливаем их кипящим сиропом а для приготовления сиропа берем стакан сахара и 3 литра воды после этого банки закатывают и оставляет закатанном виде остывать сироп употребляется в разведенном виде лучше для подобных целей заваривать чай лечение сосновыми почками астмы при астме готовить сбор из сосновых почек и травы мать и мачеха для этого берут две чайные ложки сосновых почек и две чайные ложки травы мать и мачеха сбор заливать стаканом кипятка и настаивают течение нескольких часов укутав полотенца можно проварить на водяной бане в течение 15 минут затем дать настояться еще 25 минут и процедить принимать такой отвар необходимо в течение дня разделив на три равные части народный рецепт для чистки сосудов от холестерина и атеросклеротических бляшек с помощью почек сосны можно почистить сосуды делается смесь в составе сосновых почек 5 ложек луковая шелуха две ложки шиповник 3 ложки все тщательно перемешивается добавляется литр воды кипятится на маленьком огне 10 минут принимается три раза в день за один раз выпивается половина стакана молодые побеги сосны применяется в комплексном лечении инсульта при котором часто развивается застойные явления в легких отвары и настойка почек сосны при инсульте выводят скопившуюся мокроту за счет чего и уменьшается застой и улучшается вентиляция легких в итоге применение целебного средства предупреждает гипостатическую пневмонию при инсультах 1 столовая ложка сосновых почек вечером засыпается в термос заливается половиной литра кипятка настаивается в течение ночи процеживается принимается такой настой в теплом виде за 30 минут до еды и распределяется так чтобы выпить полностью приготовленный настой в 3-4 приема в течение дня настой хвои применяет для лечения профилактики дефицита витамина c по-другому это состояние называется цинга свежую хвою растирает небольшом количестве воды затем добавляет воду до 5 10 кратного количества для улучшения вкуса можно добавить сахар лимонную кислоту полученную смесь кипятят 20-40 минут настаивают закрытой посуде 23 часа и принимает по половине или одному стакану в день сосновые почки используются как диетическое средство для похудения они очень хорошо помогает снизить вес для этого просто перед едой за несколько минут нужно медленно съесть две-три почки так организм получит полезные вещества и одновременно угнетается чувство голода механизм такого действия наличие в составе сосновых почек эфирных масел и смол которые своим опосредовательным действием влияет на чувство голода и улучшает липидный обмен в организме такое народное средство можно принимать как с целью усиления эффекта от различных диет так и самостоятельно отличным средством борьбе с головной болью и мигренью является такое средство берется мед из почек сосны 12 столовых ложек вода 2 литра воду кипятим и размешиваем в ней 10 столовых ложек соснового меда это будет наша дневная доза выпивать необходимо натощак две столовые ложки курс лечения длится от 10 дней до двух недель напоминаю что мед делается так берутся почки сосны 2 стакана вода 2 литра сахар 1 килограмм лимонная кислота 1 чайная ложка почки очищается от посторонних примесей и заливается кипятком варится на маленьком огне пока не выпарится половина воды затем измельчает почки отвар процеживают добавляя сахар и варят до загустения за несколько минут до готовности необходимо всыпать лимонную кислоту и все перемешать при лечении остеохондроз спины хорошо помогает такое народное средство свежие сосновые почки измельчите запомните ими трехлитровые стеклянную банку добавьте стакан сахара или меда лучше конечно меда перемешайте закройте крышки и поместите в холодное место например в холодильник снадобье будет готова когда цвет зеленых сосновых почек изменится на коричневый употребляйте такой сироп по 1 чайной ложке 3-4 раза в день за полчаса до приема пищи до полного выздоровления улучшение состояния начинается на третий месяц употребление сироп а боли окончательно исчезает через три-четыре месяца такое лекарство приятно на вкус его можно добавлять в чай и тогда лечение будет эффективным и приятным кстати это снадобье с успехом лечат в том числе бронхолегочные заболевания подагра еще один повод обратиться к народному средству тяжелое обменное заболевание отступит если регулярно делать ванны и массажи на основе сосновых почек а приятным побочным эффектом станет общее омоложение организма как же приготовить отвар для ванн для этого нужно большую кастрюлю объемом приблизительно 5 литров поместить пол килограмма сосновых почек и кстати можно добавить хвою шишки и молодые побеги растения все это залить холодной водой и кипятить в течение 30 минут затем настоять 12 часов и вылить в горячую ванну которую принимать 15-20 минут при ревматическом поле артрите свежесрубленные еловые ветки залейте кипятком дайте настояться полчаса в настой с температурой 38 градусов погрузите на полчаса руки или ноги затем потеплее укутайте больное место и часок полежите в постели курс такого лечения 7-10 местных ванн для лечения полиартрита загостовьте сосновые почки небольшого размера сосновые почки промойте и просушите разложите на хлопчатобумажном полотенце измельчите их и полученный фарш переложите в емкость стеклянную банку добавьте сахар из расчета две части измельченных почек и одна часть сахара перемешайте банку закройте крышкой и оставьте настаиваться на две недели в этом случае также лекарство будет готово если зеленый цвет изменится на коричневый принимайте его по пол столовой ложки три раза в день за 30 минут перед едой этого количества должно хватить на две-три недели такое снадобье также употребляется при остеохондрозе при инфекциях мочевыводящих путей например стити сосновые почки снимает боли и воспаление обеспечивает нормальное функционирование в этом случае принимает настойку на водке для этого 15 капель настойки разводят в стакане воды и принимает три раза в день за 30 минут до еды мочекаменная болезнь справиться с мочекаменной болезнью поможет молочный отвар сосновых почек примерно 5 столовых ложек мелко порезанных сосновых почек залейте пол литрами молока поставьте на огонь и доведите до кипения прокипятите еще на мало огне около 20 минут оставьте настаиваться пока состав не остынет до комнатной температуры и выпейте в течение дня мелкими глотками сосновые почки это прекрасное средство для лечения женских болезней прием отваров сосновых почек способен отрегулировать месячный цикл он активизирует почки и соответственно выработку почками гормонов для нормализации месячного цикла принимает сосновый сироп ежедневно по 100 грамм равномерно распределив его на день в несколько приемов курс лечения составляет 1-2 месяца а вот при женском бесплодии готовят сироп на отваре сосновых почек для отвара берут 50 грамм сосновых почек и пол литра воды сосновые почки заливает кипятком и ставят настаиваться в течение двух часов затем процеживают добавляет пол килограмма сахара и варят сироп употребляет сироп 5-6 раз в течение дня курс приема 1 месяц еще в этом случае можно принимать по 6 столовых ложек меда из сосновых почек ежедневно в течение месяца дозу можно распределить на день а можно принять ее за 1 раз средство оказывает на репродуктивную систему женщины сильное стимулирующее воздействие фитонциды и другие биологически активные вещества сконцентрированные сосновых почках устраняет очаги воспаления на коже лица и помогут избавиться от прыщей и других проблем для лечения кожных заболеваний готовят мазь для этого нужно взять яичный белок и добавить к нему 12 капель водочной настойки такая мазь наносится на проблемный участок три раза в неделю не менее чем на два часа затем смывается теплой водой мазь хорошо помогает при различных раздражениях кожи еще делают лечебные маски через день на протяжении месяца и в этот период нежелательно пользоваться другими косметическими средствами одновременно лечатся отваром из 150 грамм хвои и пол литра молока кипятят 20 минут и пьют понемногу в течение дня отварами можно оздоровить жирную и тусклую кожу придавая ей свежий вид и упругий глянец добавляя отвар в кремы и лосьоны очищает поры леса устраняет пигментные пятна кроме того это прекрасное средство для укрепления ногтей и волос возьмите почки сосны одну столовую ложку и воды один стакан залейте кипятком сосновые почки запарьте на водяной бане в течение получаса хорошенько профильтруйте и в теплом виде принимайте процедуры а при угревой сыпи две горсти хвои сосны залейте одним литром кипятка оставьте кипятиться на медленном огне 10 минут и умывайтесь горячим отваром сосновые почки могут быть очень полезными в уходе за кожей и волосами особенно за жирной пористой кожей они обладают противовоспалительным бактерицидными свойствами а значит могут помочь против различных высыпаний на коже чтобы приготовить тоник из сосновых почек возьмите горсть почек залейте стаканом воды и проварить 10 минут на медленном огне остудите процедите и протирайте лицо таким тоником он хорошо помогает при угрях снимает жирность кожи охранять его в холодильнике или делают из него кубики льда сосна чудесное средство для ухода за собой например при жирной коже полезно умываться отварами коры почек и хвои а при сухой коже одну чайную ложку настоя хвои залейте 50 миллилитрами водки и 50 миллилитрами кипяченой воды протирайте этим лосьоном лицо утром и вечером при усиленном выпадении волос готовят лекарство из половины килограмма сосновых почек 5 литрах воды кипятят не менее получаса когда такой отвар остынет его используют для полоскания после митья головы желаю всем здоровья не забывайте подписываться на медицинский канал для этого внизу нажимайте на красную кнопочку также можно получить оперативно информации о новых видео подписавшись на канал телеграм для этого вы заходите на главную страницу медицинского канала и верхнем углу справа нажимайте на синий значок желаю еще раз всем здоровья до новых встреч на медицинском канале